Доброе утро, дорогие друзья! Я так понимаю, что у нас фамилия Маккартни еще будет возникать в нашем разговоре, но перейдем к существу. Многие, вы знаете, музыканты сочиняют песни, сочиняют песни к датам. Вот сегодня наша встреча с группой Эпплс и Сергеем Сухановым знаменательна тем, что была сочинена песня им, но не просто песня, а песня специальная и не просто для Екатеринбурга, а вот именно для того, чтобы наш город выиграл право принимать Экспо-2020. И вот об этой песне мы сейчас более подробно поговорим. Это действительно так? Что это за песня? Рита ответит. Знаете, мы очень любим наш город и хотим, чтобы он выиграл в конкурсе на проведение Экспо-2020. Мы верим, что наш город самый лучший, самый достойный для проведения этой всемирной выставки. И поэтому мы написали две песни, которые будут представлять его и сделают его победителем. Две песни, но мы начнем с первой. Екатеринбург Я люблю тебя Екатеринбург Я люблю тебя Екатеринбург 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 Браво! Сергей Суханов, Маргарита Суханова, вот с таким громогласным заявлением о нашем любимом городе Екатеринбурге, чтобы услышал об этом весь мир. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Сергей, ну я вот услышал там такие достаточно знакомые интонации, скажем так. Что-то вам помогло написать эту песню? Да, вы знаете, мы вдохновлялись творчеством английской группы Чамба-Вамба, которую я открыл для себя еще в конце 90-х. И вот когда пришла идея... Вот а что, до секрета пошел-то, да. Без секрет. Ну не весь, впрочем. Вот когда пришла идея написать песню о городе, я сразу понял, что это должна быть кричалка, которую можно кричать с толпой. И подхватить с аплодисментами, да, вот такую... Чтобы в едином порыве слиться. Совершенно верно. Именно. Вот. И когда я написал ее, я понял, что это похоже на песню Чамба-Вамба, и мне сразу же пришла идея дописать туда женский голос, который будет петь Екатеринбург, я люблю тебя. Вот. Ну чтобы какая-то мелодия появилась еще, кроме кричалки. Да. Насколько я знаю, вторая песня написана исключительно на английском языке. Да. Вообще, я знаю, Сергей, что вы пишете в основном песни на английском языке, поэтому, видимо, в первой песне не так много слов на русском. Да, 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 ну они есть. Вот. А во второй, полностью она на английском, специально для целей международной презентации написана. Вот. Она, на мой взгляд, напоминает одновременно Пола Маккартни, которого я большой фанат, и Биджиз. Вот. Мы опять упомянули это имя. Я-то понимаю, что... Я без него не могу прожить и дня, чтобы не упомянуть. Ну и чувствуется даже в названии вашего коллектива, да, вот это вот название «Apples». Ну тут влияние и Джона, да, и Пола Маккартни. О чем поется в песне на английском языке, потому что мы сейчас ее послушаем. Значит, там рассказывается о том, как в городе ночи, в городе света я искал свою любовь и нашел, конечно. А во втором куплете слова такие. В городе моей мечты, в городе порока я искал с чего начать, искал игру, в которую можно выиграть. Я хочу видеть приз, который мы разделим с тобой, Екатеринбург. Ну и перед тем, как мы эту песню послушаем, давайте пару слов, Сергей, поговорим о вашем диске, который вы выпустили. Потому что он тоже достаточно знаменателен, ибо в диске вы решили не только свое творчество показать, но и собрали, по-моему, самые знаковые группы у нас, уральские наши, да? Да, нам удалось. Там, по-моему, только Чаев, а нет, если не ошибаюсь, да? Да, ну вот смысловые галлюцинации. Все, кроме Чаев и смысловых, мы там включили. Вот, то есть мы группа Эпплс совместно с одной из страховых компаний Екатеринбурга, неравнодушных творческим людям нашего города, вот сделали такой диск, куда вошли, ну, в общем, действительно наиболее заметные представители местной сцены. Там у нас и Сансара, и Курара, и Дэпплс, и Блюз Докторс. Ну, это практически сейчас, можно сказать, звезды уже, да? А из таких малоизвестных... Скажите, тоже. Ну, не очень известные. Да, ну, есть, на самом деле, просто разные жанры там представлены. Из электронщиков там Артега, Би Рейн, есть такие старички, как Корпорация Ви, например, и Куплю Волосы. Вот, есть инструментальная фанк-команда замечательная, фанки-бизнес-гэнг. Это тоже презентационный диск, чтобы познакомить гостей, мы надеемся, Экспо-2020, что он будет у нас, чтобы познакомить гостей с нашим музыкальным срезом, да? Да, да, совершенно верно. Но он имеет еще и самостоятельную ценность, потому что диски будут раздаваться бесплатно в офисах компании. А-а-а, вот даже так? В салонах, автосалонах-партнерах, на разных презентациях, на концертах этих групп. Вот, и мы надеемся, что они окажутся, ну, если не в каждой машине в нашем городе, то, по крайней мере, через одну, через две. Вот, и таким образом и наша публика узнает еще лучше наших героев. Вот, я считаю, у нас великий город в этом плане, и как бы есть что послушать, действительно. Вспомнился почему-то мне Андрей Разин, который раскладывал эти альбомы магнитные по поездам «Ласкового мая». Да, 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 вот что-то такое, совершенно верно. Дорогие друзья, Сергей Суханов, Маргарита Суханова, сегодня у нас в студии. Мы сейчас завершим нашу беседу вот той самой второй песней, вот, и пожелаем нашим телезрителям, да и всем нашим Екатеринбургам, уральцам, чтобы вот случилось то событие, которого мы ждем. О котором думаем, о котором мечтаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА